Всем привет, дорогие друзья! У нас на столе, как видите, коробка с часами Orient, а значит, сегодня рассмотрим в любом случае качественные, хорошие часы от великого японского производителя. Я уверен, что у каждого из вас, наверное, есть семейная история, связанная с часами Orient. Очень популярные народные часы. Ну, я не знаю, во всём ли мире так, но, во всяком случае, вот у нас на постсоветском пространстве прям вот к ним отдельная народная любовь и заслуженная. На самом деле заслуженная, потому что Orient – это поистине мануфактурные часы, которые просят, ну, сверхадекватную цену за свои продукты. Компания на рынке с 1950 года предлагает, наверное, самые доступные механические качественные часы с собственно разработанными механизмами, то есть их, по сути, можно назвать мануфактурой, что, в принципе, так и есть. На сегодняшний день компания Orient – это часть Seiko Epson корпорации и вкупе с ещё одним великим брендом находится под одной корпоративной крышей. Но, тем не менее, они полностью сами разрабатывают свои механизмы, никому их не продают на сторону. То есть, вот механизм, который здесь стоит, в этой модели и, в принципе, в часах Orient мы не встретим нигде в других, лишь в компании Orient. За что, конечно же, ребятам отдельное спасибо умею до сих пор держать марку и лицо. Это модель Orient Bambino, и Bambino – это название, которое может быть популярнее на Западе, то есть это малыши, и это далеко не первое поколение Orient Bambino. Это далеко не самые маленькие Bambino, то есть это в данном случае уже 40,5 мм, тем не менее, это довольно компактные часы. Это, как правило, часы элегантные, классические, в очень классическом стиле, с отличительной чертой это выпуклое стекло. Что по техническим деталям, друзья, 40,5 мм, стальной корпус, по весу вся модель весит 126 грамм на полном браслете. Браслет, разумеется, так же стальной, как и корпус. К нему, раз уже о браслете речь пошла, к нему можно как придраться, так и наоборот выразить восхищение, потому что... Так, к чему можно придраться? Браслет, в принципе, хорош, это литые звенья, но это штампованная двухсторонняя бабочка, то есть, во-первых, это бабочка. Это плюс, это хорошая, качественная, не раскладывающаяся застежка, просто так, а лишь по нажатию с двух сторон. Ну, тип изготовления немного такой бюджетный, но, с другой стороны, у нас мануфактурные часы, механические часы, примерно там 350 долларов. Ну, вы просто ничего другого на рынке не встретите, это самый выгодный, наверное, вариант, поэтому недостаток превращается, на самом деле, в плюс. То есть, литые звенья, это хорошо, разумеется, единственное вот крайнее звено штампованное, то есть, как бы, такой чуть более бюджетный вариант исполнения, но функционально это никак не меняет тело, на самом деле, поэтому, в целом, никаких проблем. Итак, циферблат этих часов заслуживает отдельного разговора, потому что, ну, во-первых, сегодня, как у нас успели заметить, зеленый, темно-зеленый циферблат, и это градиентный циферблат с приятным переливом от центра практически до черного к краю, а это потому, что у нас, друзья, если мы, конечно, сейчас увидим в дисторсе стекла, он у нас выгнутый циферблат, то есть, он повторяет, по сути, форму куполообразного стекла. Стекло, кстати говоря, минеральное, если что. Мало того, что стекло нам добавляет оптического эффекта, выгнутый цифер, и надо отметить, каждая метка также загибается в сторону понижения самого циферблата. В общем, красота, одна красота по циферу. И еще один момент вот в плане изгибов. У нас идет сферическое стекло, ниже идет выпуклый циферблат, так вот секундная стрелка, вернее, ее кончик, также загнут в сторону снижения циферблата. Ну, в общем, да, они такое сделали, как сэндвич из изгибов стекло, потом между ними расположилась загнутая секундная стрелка, затем загнутый, или, вернее, уже выпуклый циферблат, да еще и метки. Ну, в общем, конечно, эффект приятный, смотрится очень симпатично. Также наверняка бросилось глазам, это, конечно, открытый баланс, то есть open-heart механизм. Мы видим биение сердца часов, а именно баланс. Прекрасно это смотрится, правда, конечно, скелетонирование имеет определенный уровень как и любви, так и, может быть, и не любви. Задняя крышка нам приоткрывает детали хода, у нас прозрачная задняя крышка, мы можем увидеть сектор автоподзавода, 22 камня, как видим, некоторые детали механизма. Что касается механизма, друзья, в этих часах установлен собственный мануфактурный механизм калибр F6, это, в принципе, новые механизмы от компании Orient, разработаны они были в 2015, может быть, в 2016 уже на рынок вышли надежные машинки, в принципе, может быть, он и был и на основе легендарного же калибра 46 от Orient, но существенно доработан, улучшен. Из улучшения там добавили механизм стоп-секунды, то есть мы теперь можем остановить механизм и несколько более точно настроить его ход. Кроме того, улучшилась противоударная система, опять же, относительно предыдущего поколения. 21 600 полуколебаний в час данного механизма, или 3 Гц, или 6 движений секундной стрелки в секунду, соответственно. В общем, калибр родной, калибр не продается на сторону, то есть, по сути, у нас вот, что ни на есть, мануфактурные часы в руках, и за, ну, сверхразумный, адекватный ценник. Заводная головка традиционно у нас расположилась на 3 часа, имеет вид луковицы с хорошим рифлением, и, кстати говоря, особенность данного механизма, кроме автоподзавода, нам доступен и ручной завод, то есть, мы спокойно можем немного подзавести часы лишь прокрутом. Ну, и заводная головка декорирована, так как бы словить, лазерной гравировкой бренда Orient. Вот так. Ну, и, в общем-то, конечно, на циферблате над надписью Orient мы также имеем лого бренда в виде двух львов и буковки О в середине. Уровень водозащиты, брызгозащита, но часы не позиционируются, как те, которые должны иметь серьезные контакты с водой. Так дождик пережить без проблем, не более. Смотрим на запястье, друзья. Охват моего запястья 17 сантиметров. И так как у нас Orient Bambino сегодня это замечательный размер для некрупных запястьев вроде моего, вот так смотрится на моем во всяком случае. Немного укоротить браслет, немного часы может быть. Облегчится со 126 грамм. Кстати говоря, их общая толщина немного больше 12 миллиметров. И все это за счет, ну не только, но в большей степени за счет выпуклого стекла и даже немного выступающей задней крышки. То есть основной корпус довольно-таки тонкий, обратите внимание. Ну и по типу обработки еще давайте так чуть ближе взглянем. В основном сатинированный. Зеркальный у нас уже безель. И зеркальные внешние части ушек. Сам браслет уже прилично отсатинирован с некоторыми зеркальными деталями. В целом такая ситуация, друзья. Компания Orient заслуживает максимального уважения. И так и есть на мировых пространствах. Кто из вас имеет что сказать, конечно же пишите в комментариях. Можете также подписаться, если не подписаны. Лайком поддержать. И всем пока.